Во-первых, большое спасибо всем, кто сюда сегодня пришел, не измирая на то, что обещали, дорогой Ваган. И я, признаться, очень благодарен и признателен всем, кто сегодня пришли сюда, потому что сам факт появления такой интересной, очень важной, яркой книги, которая так поэтично названа, посмотрите, «Негаснущие миноры евреев Самарканда». И с большой радостью я хочу сюда пригласить автора Юрия Михайловича Пузайлова, который приехал из Балтимора, чтобы вас всех встретить и порадоваться вместе. Пожалуйста, поплакать профессора Юрия Пузайлова. Я также хочу пригласить на трибуну Рамбая Эммануэла Шмурова. Я также хочу пригласить одного из первых президентов культурного центра бухарских евреев Самарканда, Яков Марковича Левиева. Татьяш, идемте сюда, сегодня ваш день тоже. Вы очень много делали для того и делаете для того, чтобы эти миноры светили и по сей день. Пожалуйста, Яков Маркович, проходите. Проходите, проходите. Я также хочу пригласить сюда членов Союза писателей нашей обитации Маркела Даниэлова. Маркела, пожалуйста, проходите сюда. Эдуард Акатанов, вы все знаете, представлять не надо. Мой коллега, главный редактор, издатель журнала «Надежда». Сегодня мы чествуем автора и книгу, которая стала событием литературной, историографической жизни нашего народа. Я написал рецензию на эту книгу и назвал ее, как бы... Сейчас хочу показать... Вот это так называется моя рецензия, ученый, знающий жену с носки. Потому что сегодня век интернета и тотального переписывания, без ссылок, сама деятельность становится абсолютно бессмысленной. Стало обычным явлением «приписывать чьи-то труды». Стало нормальным явлением «не ссылаться». И сегодня, когда мы видим человека, который не просто пишет о том, что им использована литература, а как серьезный ученый пишет цитаты, и в это время ты точно понимаешь суть этого явления, когда к написанию труда подходит серьезный ученый. Сегодня, когда очень много людей пишут о истории рода, и всем большое спасибо, «Потому что трудно представить историю народа без тех, кто пишет историю своего рода». И эта книга отличается тем, что очень досконально, глубоко, широко, в контексте сегодняшних реалий и реалий тех, которые представлены огромный облот Фузайловых, прославивших Самарканд во всем мире. Это и замечательные ученые, это и кандидаты на урок, и доктора на урок, это и талантливые писатели, драматурги, актеры. Вы просто не представляете, нет ни одной сферы деятельности, в которой Фузайловых себя не проявили. Причем проявили не просто вы, вот смотрите, я тоже в этом ряду, они проявили себя ярко, значимо. Поэтому то, что сегодня мы собрались и как бы выражаем благодарность человеку, который оставит многое из своих делах, занялся историей рода. Самаркандская община – это очень интересный феномен. Она как-то в чем-то напоминает Нью-Йоркскую, потому что где-то до 18-го в какой-то этап в городе вообще не жил никто. Не жили, потому что уже ссорится. И так получилось, что еврейская община почти уже не существовала. Итогом в конце 18-го века начало возрождение, которые стали приезжать с разных концов мира для Средней Азии и Лишнего Востока евреи, которые составили костяк новой общины. Самаркандская община уникальна тем, что единственная от Гималатара, мусульманского мира, до Центрального Игрусского округа имела право, чтобы приобрести землю. И здесь потомки Моисея Калангарова имеют раритетный документ, который в принципе в конкурсе, и одна из... Кто это? Какой-то ребенок здесь. Я слышу детский голос. Хорошо, очень успокойте его. Это очень важно, когда город заселялся в части его, именно евреи. Самарканди было 32 синагоги. И жутили, что в Самарканди 32 синагоги, потому что 32 гуманистов. Самая главная особенность о том, что была полностью, была своя инфраструктура в этом еврейском анклаве города. Город самый очень политичный. Были кварталы арабов, были кварталы турков, туркмен, корейцев, таджиков. Узбеков было, конечно, не так мало, не так очень много в 30-е годы. Но уханская еврейская община сильно прогрессировала. И в 1914 году... Город Ахарин написал письмо, что в мире становится тяжело, что-то надо делать, что Самарканд может стать просто еврейский город. И среди тех, не дающихся людей, кто сделали его таким сильным еврейским городом, и, конечно, были Кузаевы, такие рабины, коммерсанты, это люди, которые у меня не красиво сейчас. И сами Кузаевы были очень красивые, высокие, встатные, влоглазые, понимаете, такие европейские. Они всегда отличались от... Вот всегда в Кузаевах можно было увидеть, вот в Кузаевах были Абухарскими рейдинами глазами. Я хочу попросить нашего автора, которое поприветствовать его. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОТОРОМ ПОТОРОМ